Валерий Меладзе ведет тяжкую борьбу со своей болезнью жутким способом. Известный российский исполнитель в последние дни старается следить за своим здоровьем. Врачи рекомендуют ему основательно заниматься специальными гимнастическими упражнениями, после того, как обнаружили и быстро вылезли кисту у Валерия Меладзе. Теперь музыкант старается выполнять множество медицинских рекомендаций. В этом ему помогают близкие и друзья. Оказывается, про эту кисту певец знал довольно долго, но как-то не решался ложиться на операционный стол. Но, к счастью, проведенная операция прошла довольно успешно. В ближайшее время Валерий намерен завершить участие в съемках нового клипа и улететь с подругой Инессой в Швейцарии. Костянтин Меладзе – знаменитый композитор и продюсер, работающий со звездами российской эстрады Валерий Меладзе, Верой Брежнев, Виагры. В свое время возглавил телепроект «Фабрика звезд», на российском телевидении и поздний повторил опыт на украинском, спродюсировал «Фабрику звезд». Также известный его талант – «Хочу в Виагру», «Голос страны», «Хочу в Меладзе». Константин Шотаевич Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном городе Батуми. В семье Шота Константиновича и Нелли Акаевны, Меладзе, грузин по национальности, родители, а также дедушка и бабушка Константина по отцовской линии были инженерами. Кроме Кости в семье росли младший брат Валерий, ныне известный певец, и сестра Лиана, продюсер лейбла звукозаписи и продюсерского центра «Вэлло Мьюзик». Впервые интерес к музыке у Константина возник после просмотра фильма «Полонесса Гинского». Тогда мальчик твердо решил связать свою жизнь с музыкой. Но все оказалось не так просто. В музыкальной школе, куда пошел Меладзе, чтобы обучиться игре на скрипке и фортепиано, у него ничего не сложилось. Преподаватели заявили, что у парня нет слуха и чувства ритма. Потому занятие пришлось оставить. Тем более, что высокий со временем рос музыканта достиг 1,90 метра, а вес весит 88 килограммов. Нескладный и замкнутый Меладзе не создавал впечатления будущей звезды. И все же Константин не упустил руки. В молодости он самостоятельно освоил игру на гитаре, а позже и на других инструментах. После школы Константин Меладзе окончил Николаевский корабль, строительный институт. Одно время будущий композитор работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро. Творчеством и продюсированием Музыкальный талант Константина Меладзе однажды был замечен одним из его приятелей. Так, молодой человек оказался в студенческой группе «Апрель», которая стала для него первой ступенькой к миру музыкального искусства. В этом малоизвестном коллективе началась творческая биография Константина Меладзе. Новый этап его творчества начался в 1989 году, когда братья Меладзе были приглашены в музыкальный коллектив «Диалог», в котором проработали до 1993 года. За это время группа выпустила альбомы «Посредние мира» и «Осенние крики стребя», несколько песен, для которых написал Константин. На настоящую популярность Константинов Меладзе пришла в 2000 году, когда он вместе с украинским бизнесменом Дмитрием Костюком основал женскую бомб-группу «Виагра», выступив автором всех ее музыкальных альбомов. Сразу же после выхода хитами стали многие песни «Виагра», самые известные из которых «Притяжения больше нет», попытка номер пять «Не оставляй меня любим», «Мир, о котором я не знала до тебя». «Виагра» стала одним из самых перспективных и длительных проектов продюсера. В группе сменилось 19 составов и 16 участниц, но коллектив с этим названием до сих пор продолжает существовать, давать концерты и записывать новые песни. Поначалу под именем «Виагра» понимали компании из периодически уходящих и возвращающихся Алены Винницкой, Надежды Грановской и Анны Седоковой, с присоединящимися к ним в разные года другими исполнительницами. Затем лицом «Виагры» стала Вера Брежнева, которую позже сменяли Татьяна Котова, Ева Бушмина и Альбина Джанабаева. Позднее коллективу ненадолго присоединилась с «Санта-Демопулос». Престижные награды композитору и исполнителю принесли песни «Не тревож мне душу» скрипка, «Девушки из высшего общества» «Я не могу без тебя», «Самба белого мотылька», «Салют, Вера», «Сера», исполненные Валерием Меладзе. Очередными проектами Константина Меладзе стали «Квартет Иньян» и «Дуэт Бис», деятельность которых началась в 2007 году. В первую группу вошли Юлия Паршута, Татьяна Богачева, Артем Иванов и Сергей Ашихмин. Финалисты седьмого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд», который продюсировал Меладзе. Певцы получили известность после исполнения хитов «Мало по малу», «Невесомо», «Тае». Второй музыкальный коллектив тоже был создан из участников телешоу. Солистами группы стали Дмитрий Бекбайев и Влад Соколовский. В 2009 году «Дуэт» получил премию «Муз-ТВ», но уже через год оба артиста решили продолжать карьеру в другом направлении. Константин Меладзе занимался и сольным продюсированием. Его подопечными были Полина Гагарина, которая сотрудничала с композитором на протяжении 8 лет, Анастасия Приходько, заключившая с продюсером контракт на 2 года. С 2008 года Меладзе курирует творчество Веры Брежневой, которая к тому времени покинула Виаку. Исполнителями песен и музыки Константина Меладзе в разное время становились Алла Пугачева, София Ротару, Григорий Лепс, Марк Тышман, Аня Лорак и другие артисты. Композиторский талант Константина Шатаевича получил всенародное признание. Композитор написал музыку и слова для мюзикла «Вечера на хуторе» имени Лентиканьки, «Золушка», «Сорочинская ярмарка», а также к фильмам «Ирония судьбы», «Продолжение», «Песня опять метея», «Держи меня крепче», «Стиляги», где он также выступил в качестве автоаранжировок и «Золушка». Со временем Константин Меладзе композиторский славе добавил и славу продюсерскую. В 2007 году он вместе с Валерием Меладзе стал продюсером фабрики «Звезд 7». В тот же год был создан продюсерский центр «Меладзе Бразерс», на базе которого в 2009 году образован «Константа рекордс». В 2011-2012 годах Константин Меладзе был музыкальным продюсером украинского проекта под названием «Голос страны». В том же году родился аналогичный проект «Голос дети», в котором смогли раскрыть свои таланты самые младшие исполнители. Константин Меладзе – талантливый музыкант, хорошо понимающий запросы публики и умеющий возбудить ее интерес. Так, в декабре 2012 года Константин объявил о распуске группы «Виагра». Спустя всего несколько дней был объявлен новый кастинг в команду. В сентябре 2013 года стартовало реалити-шоу «Меладзе» «Хочу виагра», в финале которого определились участницы нового состава группы Эрика Эрцех, Миша Романова и Анастасия Кожевникова. Этот состав просуществовал пять лет. В 2014 году продюсер запустил новый проект «Хочу к Меладзе», итогом которого стало рождение нового популярного бойбенда «Энн Бэнд». В состав группы вошли молодые исполнители – Анатолий Цой, Никита Киосе и Артем Пиндюра. Первоначально в состав пуп-коллектива входил и Владислав Рам. Но в 2015 году Костантин Меладзе отстранил юношу от работы в группе. Новость об уходе Владислава Рамы из популярной команды взбудораживала его поклонника. Фанаты певца устраивали флешмобы в социальных сетях, призывая Меладзе вернуть музыканта в проект. Сам же Рам утверждал, что покинул коллектив добровольно, чтобы начать сольную карьеру. Конфликт продюсера и исполнителя перерос в громкий скандал, в котором в начало добавляться множество подробностей. Рам в Инстаграме написал пост про лицемерных людей, адресовав его бывшим коллегам. Сначала угрожал продюсеру судом. Сам же Константин Меладзе заявил, что выгнал певца из группы за профнепригодность, а на вопросы о судебном разбирательстве напомнил общественности, что у Владислава подписан контракт с продюсерской компанией Меладзе до 2021 года. А значит, именно до этого времени Константин может распоряжаться карьерой артиста на совершенно легальных основах. Константин Меладзе Константин Меладзе